всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду последний месяц был в разъездах сначала семьей указали по испании был лифта леда были в сарагосе если не видели ролики еще увидите потом усвистел в россию на презентацию книги там поснимал на самолете cessna 172 летал был в ресторане русский разговаривал шеф-поваром короче я ничего не готовил а уже хочется поэтому прилетев в испанию сразу же стал плите пока чужил в москве мы с коллегами частенько ходили в один японский ресторан на бизнес-ланч и там я бывал че заказывал лосося в соусе терияки и захотелось мне опять почувствовать тот вкус полез в интернет пересмотрел все подряд начиная от славного дружи заканчивая городом уразе и решил скомпилировать свой вариант на основе увиденного и так понадобится филированный лосось уксус рисовый масло пунжутное сладкое рисовое вино миохон мерин соевый соус мед и кучка овощей уже здесь в испании был как-то на съемках в японском ресторане снимал там презентационный ролик он даже на канале мне кажется есть так вот мне очень понравилось как тамошний повар готовил брокколи поэтому я взял брокколи и еще рисовую лапшу а начну я с маринования рыбы чеснок раздавлю и очищу от шелухи не собирать его измельчать и натирать на терке имбирь тоже нарежу ломтиками дело в том что если их имбирь и чеснок натереть на терке они конечно в разы быстрее свой вкус и аромат в маринад отдадут но тогда он не будет таким чистым и прозрачным значит придется его процеживать как-то там осветлять мне не хочется этим морочиться пусть лучше рыба на полчаса дольше в маринаде проведет ведь потом буду его упаривать до густоты и глазировать им рыбу значит чем маринад чище тем лучше внешний вид лосося получится ведь если мы говорим про японскую кухню то внешний вид становится даже важнее чем вкус продукта чили перец из тех же соображений очищу семян и нарежу тоже крупно теперь смешиваю маринад три столовых ложки соевого соуса три столовых ложки рисового вина столовая ложка риса уксуса и кунжутного масла тоже ложка столовая ложка меда имбирь чеснок и перец и перемешать важно я назвал примерной пропорции и соус продается разной солености и рис у уксуса разной кислоте бывает мирин там в этой хонмерин и другие милины тоже по сладости очень сильно отличаются поэтому смешали все ингредиенты попробовали и выправили на вкус на свой вкус не на боли на еще какого-нибудь авторитета телевизионного вы же для себя готовите рыбу надо старательно со всех сторон в маринад обмакнуть и оставить мариноваться минимум на час а если у вас есть время то можно на целую ночь оставить будет только лучше оставляем в холодильнике конечно чем дольше рыба маринуется тем больше она успеет впитать себя ароматы имбиря и чеснока больше остроты она получит пока этот процесс идет я подготовлю все для гарнира заметьте я рыбу не солью не перцем не приправлял потому что это бессмысленно на мой взгляд у меня соленый соус в маринаде и острый перец там же брокколи надо разделить на соцветия и разрезать их так чтобы одна сторона была плоской такой аккуратный а сладкий лук нарезать такими крупными лепестками многого не надо сладкий перец тоже нарежу крупно так отлично духовку раскочегарим до 200 градусов на что выплате меньше загаживался укрой его бумагой для выпечки бумага у меня в рулоне хранится поэтому все время норовится свернуться обратно поэтому такой вот способ смело разгладить позволяет все ее желание преодолеть рыбы маринуются овощи подготовлены мне перерыв примерно на час продолжаю процесс на на противне выложу ломтики имбиря маринад содержит довольно большое количество сахара если выложить рыбу непосредственно на бумагу она скорее всего приклеится намертво на так получится что нам на импровизированных таких подставках из имбиря будет запекаться практически не касаясь бумаги всего и запекаться на средней полке без всяких там режимов конвекции без ничего 15 минут верхний и нижний жар работает за это время надо мне приготовить гарнир и выпарить маринад до загустения немного кунжутного масла на сковороду можно в принципе и на любом растительном поджарить но есть мы про японскую кухню то лучше конечно все таки взять кунжутное не сильно ароматное а теперь плоскую сторону соцветий на разогретое масло одну сторону хочу подпалить и сюда же лук лапшу залью кипятком в зависимости от ее толщины или диаметра лапши понадобится от 4 минут до 10 точнее читайте на своей упаковке и присолить обязательно каждая одну-две минуты лапшу надо помешивать чтобы не слиплись маринад между тем отлично выпаривается как только загустеет нагрев выключайте учитывайте что когда он остынет загустеет еще больше и вообще маринад вернее тоже не маринад это глазурь сейчас достаточно прозрачным вот если вы в нем были вот эти ошметки чеснока натертый имбирь никогда бы такого красивого цвета не получилось как его не процеживать все равно будь бы осталась а так смотрите какая красивая глазурь получается вот и я о том же вместо брокколи и лук можно приправить рисунком каплю соевого соуса сюда и снимать с огня лапша тоже готова прохладненькой водичкой пролить пару-тройку капель кунжутного масла к ней осталось так же быстро как и брокколи подпалить сладкий перец и гарнир готов опять немного масла и перед сюда для украшения лосося я нарежу стебли чеснока зеленой части как видите если у вас в холодильнике лежит заготовленные с вечера замаринованный лосось то вся процедура приготовления праздничного ужина занимает 15 минут 20 с учетом сервировки красота надо покрыть ароматной глазировкой а Я знаю, что многие из вас скажут, где взять эти рисовые уксусы, сладкие рисовые вины и прочее. Но, учитывая, что за последние 10 лет японская и китайская кухня прошлись просто таким мощным катком по планете, сейчас различные заведения с такой едой можно найти практически в каждой деревне. Везде, где есть кафешки с меню, в котором есть суши, к примеру. Поэтому в любом маломальске крупном супермаркете все эти рисовые уксусы, мерины и прочее есть. Но, если уж вам совсем не втерпеж, совсем не хочется все дело покупать, то заменяйте рисовый уксус лимонным соком. Вместо рисового вина положите просто чуть больше меда, а вместо кунжутного масла используйте любое другое растительное. Ну, я надеюсь, вы не отравитесь. Так, и пора уже мне попробовать. Та рыба получилась, которую я помню, или не та? Нет, получилась не та, получилась более сочная. Потому что там, в ресторане, видимо, эту рыбу готовили заранее, ну, без ланча, и она у них лежала, и при подаче надо было просто ее подогреть. Это свежеприготовлено без духовки. Вот на сковороде также равномерно и нежно приготовить рыбу сложно. Либо вы начнете ее ворочать, и она начнет что-то там прилипать, подгорать. Короче, это требует немалой сноровки, обращения со сковородой. А в духовке все очень просто. Так, ну и теперь я хочу утянуть кусман брокколи. Вот с брокколи тут самая главная фишка, которая мне понравилась в том японском ресторане, о которой я говорил в начале, что она не готова полностью. Она чуть-чуть подпалена. То есть это такая же консистенция, которая получается после stir-fry. Когда ты ее кусаешь, она такая похрумтывает, как морковка на зубах. Мне это очень нравится. За счет соевого соуса она солноватая. За счет риса уксуса она с кислинкой. Рис-уксус еще не только кислый, он еще и сладковатый. Классно, просто классно. Ну и рисовые лапшички. Непонятно, как все это дело утянуть в пасть. Ну, извиняйте, буду немножко смягчить. С легким ароматом кунжутного масла. Она у туристовой стеклянной лапши очень классная консистенция. И здесь вот это вот все сочетается очень здорово. Консистенция. Я, кстати, еще перец не утащил. И сладкий лук, который тоже так же слегка-слегка подпален. Класс! Ровно то, что хотел. А если вы приготовите, я буду ровно то, что вы захотите. Вы же на свой вкус будете настраивать. На этом, позвольте закончить. Напоминаю, что сегодня я пользовался ножами Samura Golf. Какой-то обалденный набор с очень удобными ручками. Это, кстати говоря, одна из самых недорогих и при этом очень-очень качественных серий у Samura. Поэтому, если раздумываете, какие ножи приобрести, и у вас не слишком много денег, то обратите внимание на эту серию. Это классно. Промокод FRESCO вас, как всегда, ждет и позволит вам сэкономить на этой покупке. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Делитесь своими воспоминаниями о самой вкусной еде на обед, которую вы трескали, может быть, раньше или сейчас трескаете. Еще раз спасибо за компанию. Всем пока! Я продолжу пока. Ну, ребята, вместе. Субтитры сделал DimaTorzok